Добрый вечер! 22 часа и 10 минут. В эфир радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «РТВА». Я Евгения Альбац. И, как всегда, в понедельник я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели. Тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших неделей месяцев. Собственно, в России сейчас идут послевыборные недели, дебаты. И одно из самых интересных событий последнего времени – это то, что молодые люди в разных городах страны, в частности в Москве, пошли в муниципальные органы власти. В Москве, если мне память не изменяет, 1500 депутатов избрались в местные органы власти. И вот трое из тех, кому удалось пройти муниципальные собрания, сегодня у меня в студии «Эхо Москвы». Это Вера Кичанова. Ей 20 лет. Она студентка факультета журналистики МГУ. И она избралась в муниципальное собрание Южного Тушина города Москвы. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Кац, ему 27 лет. Он депутат муниципального собрания района Щукино. Если Вера избралась в один из самых бедных районов Москвы, то Максим избрался в муниципальное собрание одного из самых богатых районов Москвы. Правильно, Максим? Ну да, исключая центр. Да. И Максим Мотин, ему 28 лет. Он депутат теперь муниципального собрания района Печатники. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Я вас всех искренне поздравляю. Очень рада вас видеть в студиях Москвы. Вообще, это такое на фоне многих неприятных новостей. Это приятные новости. Так что спасибо вам, что вы это сделали. Пришло довольно много вопросов от слушателей «Эхо Москвы». Но прежде скажите мне, Максим, до эфира вы уже рассказывали, что вы встречались с главой своей управы, да? Да, я сегодня встречался уже с главой управы, с Бирюковым. Мы сегодня с ним порядка двух с половиной часов обсуждали вопросы. Я пришел уже с конкретными теми наказами, которые получал от жильцов в рамках своей предвыборной программы. Я обошел порядка двух тысяч квартир лично. Много было очень просьб, предложений. Я ему написал, как-то сформулировал их блоками, да? Не так, что прям вот построите здесь какую-то лавочку, скамейку, да? А именно блоками. И нашел, по крайней мере, на словах полное взаимопонимание. Я допускаю, безусловно, что это пока, вот скажем так, он готов делать все, что угодно. Но, тем не менее, я уже обозначил свою позицию. Уже мы провели какие-то конкретные переговоры, какие-то конкретные вещи. — Максим Вера, вы видите, как элегантно ваш коллега по муниципальному собранию в районе Печатника уже выстроил переговорную позицию с главой управы. Что у вас? — У меня пока даже и не близко ничего подобного не происходит. То есть у меня моя управа и все, в общем, органы власти в районе Щукино пока совершенно обалдели от уровня медийности, который вдруг на них свалился. Они не знают, что с этим в данный момент делать. — Что вы имеете в виду по поводу уровня медийности? — Ну, вот ходят какие-то люди с камерами на заседание территориальной избирательной комиссии. Раньше никогда этого не происходило. Там вот я пишу в интернет о каких-то событиях происходящих и читает 20, 30, 100 тысяч человек. То есть много. Ну и вот там я сижу тут. То есть раньше это был совершенно локальный уровень, никого не интересное муниципальное собрание. Сейчас вдруг это изменилось. И там есть у них много всяких дел, которые не терпят вот такого света. И они там сейчас как-то самоорганизовываются. То есть я встречался с замглавой управы, и мы познакомились, побеседовали. Но в целом, так как у меня есть вопросы по выборам на двух участках, которые я задаю, мне кажется, там протащили одного кандидата. Явно видно, что его протащили. — По выборам куда? — Муниципальным выборам. Там руководитель местной «Единой России» совершенно с явными нарушениями зацепился за пятое место в моем округе и прошел. Поэтому, ну, так как я участвую в митингах за честные выборы, мне трудно вести какие-то переговоры в данный момент, когда не решены вот вопросы по честности выборов на двух участках — 2992 и 2997. Ну вот эту позицию я им и заявляю, поэтому мы пока так вступим. Их очень всех, ну, они все очень нервничают от того, что много журналистов планируют прийти на первое заседание этого муниципального собрания. И кто-то даже собирается в интернет вести прямой эфир. И, в общем, они всячески это хотят... Ну, ТИК вообще запрещал. Они говорили, что да, заседание гласное и публичное, журналистам можно присутствовать, но запрещено снимать. Муниципальное собрание я пока не знаю, будет ли запрещать, но они все, во всяком случае, в данный момент очень нервничают. И мы пока не нашли взаимопонимания. Найдем. Вот. Вера, что у вас? Ну, я тоже пока еще не начала вот это вот, такую, как это называется, переговоры с управой. Хотя, в общем-то, мои знакомые еще были знакомы до выборов. Ну, там, я когда-то занималась в районе какой-то такой активностью еще, поскольку я в этом районе выросла. В общем, они меня с детства помнят. Хотя уже начали звонить разные люди, ну, не от власти, а скорее избирателей, и просить помочь. Например, вот на днях меня вспомнила руководительница местного, там, Центра детского творчества, к которой я когда-то в детстве ходила, и говорит, у нас растет депутат, до нас тут донесли такие новости, вот, можешь нам там помочь, вот, приезжай и расскажем, что у нас. Крыша еще не поехала, нет? Нет, не поехала. Нет, еще у вас, как ребятки. Ну, я очень доволен, меня совершенно не поехала, мне это очень все нравится. Да, у нас там, ну, в общем, мы пока, как сказать, у нас избралось, ну, 12 человек, это собрание, из них я и еще один человек, такие независимые, а остальные все такие вот, которые были системные. А сколько у вас в районе, сколько людей? Сколько, 20 тысяч, насколько я помню. 20, это в округе, наверное, твоем, а вообще, наверное, 60, что-то типа того. Ну, 3 же округу. Да, 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 20 в моем округе, то есть, соответственно, где-то 60 тысяч. Вы какой по списку, сколько у вас человек избиралось? У нас избралось, у нас была огромная конкуренция, в двух соседних округах было 7 человек на 4 места, у нас 19 человек на 4 места, и прошли первые 4, и внезапно оказался на пятом месте бывший глава управы, который должен был по моему округу пройти, и тут вот я зачем-то влезла. А теперь он что, не будет главой? Или он будет главой управы? Нет, он давно был главой управы, потом у него был... А что, можно совмещать? Нет, потом его как бы сняли, и он, видимо, решил как-то остаться каким-то образом во власти, и вот не получилась такая схема. Так, Максим Кац, значит, перед выборами распространял листовку, на которой было написано «Муниципальное собрание — это совершенно бессмысленный орган, не имеющий никаких полномочий, однако я решил принять в этих бессмысленных выборах участие, и вот вручаю вам листовку, напечатанную на мои личные деньги». Правильно я цитирую? Да, это так и есть. Вот, Максим Мойтин, вы тоже считаете, что это совершенно бессмысленный орган? Или по вашим первым прикидкам там что-то можно делать? Я считаю, что это первый легитимный уровень власти. Вот если мы говорим про спорт, это то же самое, что детский тренер. С точки зрения там национальной сборной команды, да, наверное, детский тренер — это такой, ну, какой-то бессмысленный человек, да, но именно там делаются какие-то конкретные маленькие дела. Я считаю, что если ты адекватно оцениваешь свои силы, если ты можешь грамотно рассортировать вот все вот эти просьбы жителей, выстроить правильные отношения с чиновниками, то депутат муниципального собрания — это такой правильный модератор между обществом и уже такой, скажем так, властью более высокого уровня. То есть он более четко чувствует на местах, что нужно людям, люди к нему относятся более, скажем так, с уважением, они его уважают больше, чем какого-то чиновника, у которого они его не видели. И да, пока нет каких-то конкретных полномочий, то есть депутат не может подписать бумагу и выделить там куда-то деньги, да, или отремонтировать, добиться там капитального ремонта дома самостоятельно. Но депутат муниципального собрания может выстроить отношения с чиновниками таким образом, чтобы эти вопросы были решены. Если говорить напрямую, да, он этих решений не принимает, но может способствовать. Безусловно, нужно, чтобы он был не в одиночке. Вот у меня в печатниках 15 человек, да, депутатов муниципального собрания. Естественно, если я буду один, будет крайне сложно что-то сделать. Если найти единомышленников, убедить людей, что наша задача в первую очередь помогать людям, и найти достаточное количество единомышленников, хотя бы получить большинство голосов, тогда уже можно решать конкретные задачи. Мы делаем бюджет. Я скажу для наших слушателей, что Максим Мотин возглавляет консалтинговую компанию Футбол Маркет и занимался и создал благотворительную организацию Футбол Детям. Поэтому он апеллирует, так сказать, вот к примеру детского футбольного тренера. Вы избирались как независимой ли от партии? Нет, как независимой я ни в какую партию не вхожу. Меня выдвигала партия «Яблоко». То есть я не член партии и, в общем, ничего особенного общего с этой партией не имею, однако они всем желающим оказывали юридическую помощь и вообще очень всячески помогали и консультировали, и предложили, в общем, свое имя выдвинуться от них. Я это использую. А вы вообще рассчитываете что-то в этом бессмысленном собрании чего-либо добиваться? Конечно. Во-первых, я не знал этой ситуации, но оказалось, что из 125 районов Москвы 124 приняли уставы муниципальных собраний, которые исключают у них практически все полномочия. 125 из Щукина этот устав не принял. Там 4 героя продержали это все дело все время правления «Единой России» и не приняли устав. И у нас сейчас там все депутаты избраны на 5 лет, а в Щукина депутаты избраны на 4 года. Это одна из вещей в этом уставе. Ну и, в общем, какие-то полномочия есть. Но самое главное, я планирую и думаю, что мне это удастся, добиваться изменений городской среды, тех, которых я хочу добиваться. С этим согласны, в общем, все депутаты, даже единороссы. И единороссы, в общем, и оппозиция щукинская. И я думаю, что у меня там будет широкая коалиция в этих городских изменениях. И я не исключаю, что вполне, что я их добьюсь. Но не из-за того, что там есть какие-то полномочия. То есть я не могу ровчерком пера, это я не в мэра избрался, и там нет полномочий. Там есть какой-то, вот как правильно сказал Максим, какой-то новый уровень общественного влияния. Кроме там блога и читателей, сейчас есть еще вот депутат. Я читала, что вы за свои деньги поехали учиться в Копенгагенг к почетному члену Королевского института британских архитекторов Яну Гейлу. Да, так и есть. Urban Quality Consultants, значит, специалист по урбанистике. Да, да, да. А зачем вы к нему поехали? Вы уже думали, что вы будете избираться? Нет, абсолютно. Мне всегда, вот всю жизнь было интересно, почему там одни города лучше других. Когда я сделал там свой бизнес, у меня появились достаточно денег, чтобы жить комфортно, и как меня это устраивает. Я стал в эту тему вникать просто, как вот каких-то людей интересует творчество, каких-то еще что-то, а вот у меня города. Я стал читать разные материалы на этот счет, общаться с разными людьми. Ну, а я когда хочу чему-то научиться, я стараюсь найти какого-нибудь человека, который очень хорошо это знает и умеет, и взять у него личные занятия. Заплатив ему, соответственно, по ставке, которую он берет там в час за то, что он кого-то учит. То же самое я проделал вот с этой вот с урбанистикой. Я поехал к самому лучшему, на мой взгляд, специалисту по городской среде, по, значит, пешеходной велоинфраструктуре и всему, что с этим связано. Месяц сидел у них в офисе, арендовал, значит, рабочее место, выдергивал специалистов по разным областям, по общественному транспорту, по велоинфраструктуре, по пешеходной инфраструктуре, по площадям, по паркам. Они водили меня по Копенгагену и по Мальмё и, соответственно, окрестных городах и показывали, что вот тут мы так спроектировали, тут так, вот здесь должно быть так, здесь так. Я учился. Ну вот таким образом, это исключительно личная моя была вещь. Теперь мне хочется это реализовать в России и для этого я, в общем, пошел на эти выборы и вот пользуюсь, так сказать, медийностью и хочу всячески привлечь внимание людей к тому, что если не парковать машину посреди тротуара, то город будет удобней. И еще много таких небольших вещей, которые решить очень легко, и я бы хотел их сделать. А как вы, например, можете заставить людей в условиях нехватки парковочных мест не парковаться на тротуаре? Да, очень просто. Нужно, чтобы люди представляли, понимали, что они припаркуются не в 10 метрах от входа в нужное место, а в 500. Это достигается с помощью установки нужных столбиков, соответствующих нужного количества размеров штрафов установки. Это все очень несложно. Например, на Тверской улице сейчас разрешили парковку на тротуаре. Две трети тротуара заняты машинами, а по одной трети ходят пешеходы. Пешеходов по Тверской ходит примерно 40 тысяч человек в день. Автомобилистов там паркуется примерно 250 человек в день. Ну, неправильно распределять пространство. Как вы знаете, что там 40 тысяч человек в день? Ну, это можно примерно вычислить по станции метро, по выходу из станции метро соседним. Из соседних станций метро выходит 120 тысяч человек. Мы примерно... Или, не, больше. 180 тысяч человек мы примерно поделили. Я планирую, значит, сделать проект и посчитать, сколько там людей точно. Но это просто пример небольшой. А Тверская разве входит в ваш... Нет, нет. Это просто пример городских изменений. И вот там есть подземная парковка. Но на нее никто не ставит машины, потому что можно ставить на тротуаре. Если мы запретим ставить на тротуаре и поставим столбики, то люди будут парковаться под землей. И ничего не случится плохого. Никуда не денутся парковочные места. Просто город станет лучше. все-таки пугает людей, что там... Подземная парковка? Да. Я не помню. По-моему, это вполне вменяемая стоимость. Вот, например, у меня сейчас дома подземную парковку 7 тысяч рублей в месяц предлагают оплачивать. Это, в принципе, не дешево, но такая сумма, которую могут платить многие из тех, кто там стоят на тротуарах. В Нью-Йорке 27 долларов в час стоит парковка, если вы хотите парковаться на Манхэттене. И ездят все на метро и на такси. И ездят на метро, да. Совершенно верно. Но здесь не хватает такси в городе? Это проблема, но она будет решаться автоматически. То есть это вещь, которая решается с помощью появления спроса. Сейчас нет спроса на такси, потому что можно припарковать машину посреди тротуара, перекрыв проход 4 тысячам или 40 тысячам человек в зависимости от разных ситуаций. Таких вещей очень много. Это не одна такая. Я хочу реализовывать. Для этого и пошел. Понятно. Вера, задаю тут вопрос. Сколько денег потратили на свою компанию и на что конкретно тратили? У меня ушло примерно 80 тысяч рублей. Откуда деньги? Причем все их я собрала через интернет. Это был один из самых интересных мне моментов во всем этом эксперименте с выдвижением. Сумею ли я собрать, используя свои несколько тысяч читателей блога и твиттера, собрать деньги, которых мне хватит. Мы думали сначала, что соберем максимум 20 тысяч, соответственно напечатаем 10 тысяч листовок и все. В итоге у нас все в основном ушло на агитацию. А у вас команда была? Да, у меня была команда. Сколько человек? Человек 20-25. А кто это? Люди, которые... Есть у нас либертарианская партия, она не зарегистрирована. Мы ждем закона, чтобы попробовать зарегистрироваться. Последователь Людовика фон Мизос. Да, да, да. Фон Мизоса, Адама Смита, Айн Рент и подобных товарищей. Ну, в общем, да. Я написала в блог пост совершенно ни на что, особенно не рассчитывая, что вот мои реквизиты, если вам не жалко, можете переводить. Я их потрачу. Там напечатаю сколько? Тысячу плакатов и 10 тысяч листовок. За два дня я их собрала за выходные. И потом получилось второй еще тираж сделать. Там уже было чуть-чуть побольше. Да, и второй тираж уже удалось нанять даже расклещиков, которые работали у нас. И это вот Макс мне посоветовал как раз, что зачем там своих друзей выгонять на улицу, если можно нанять профессиональных расклещиков. А по квартирам вы ходили как максимум? По квартирам... Это да, это я уже ходила, но я не весь район обошла. Во-первых, я ходила во время сбора подписей и перед встречами там несколько домов обошли. Опять же, я брала своих друзей, потому что одной немножко страшно ходить. Звонили, рассказывали, что... Я рассказывала, что я кандидат в депутаты, вот тут будет встреча, вот моя программа, приходите. Там многие довольно позитивно реагировали. А как реагировали на либертарианскую партию в одном из самых бедных районов Москвы? Ну, они, во-первых, таких слов не знают. Во-вторых, до этого обычно не доходило. Мало кто спрашивал, а какие у вас базовые политические взгляды. В основном спрашивали, а где вы живете, сколько вам лет. И где про вас там почитать еще можно. Понятно. Максим Мотин, вы свои тратили или тоже поднимали деньги? Да, нет, в основном тратил свои. Так вы оба Максима, так я понимаю, свои деньги тратили. Я тоже занимался, но маленькую часть собрал. Мне тоже, да, там несколько тысяч рублей перечислили. Но моя компания не такая была дорогая. 33 тысячи рублей все про все у меня заняло. И я просто сам ходил, и несколько друзей мне помогали расклеивать. Я могу сказать, что когда ты обходишь квартиры лично, да, вот порядка двух тысяч квартир, понятно, что благодаря этому я, собственно, и прошел, победил. Но ключевой момент. Я лично познакомился с очень большим количеством людей, которых я вижу в качестве своих помощников сейчас по изменению ситуации в районе. Потому что я увидел несколько тренеров детских секций, которые мне рассказали, что я полною. У вас везде там только футболисты, что ли? Нет, нет, почему? Карате было, кстати. Карате, волейбол. Была одна женщина замечательная. Она говорит, тут мне 58 лет, я сижу дома. У нас таких вот уже пенсионеров очень много. Сделайте нам, пожалуйста, какую-то секцию для пенсионеров. Мы готовы ходить, чтобы был тренер какой-то, ходить по набережной, чтобы он нас выводил все вместе. А то мы сидим, нам делать вообще есть нечего. Почему нет? Это же элементарно сделать, чтобы там три раза в неделю. А у вас там в печатнике какой-то кошмарный цементный завод. Цементный элеватор, да, это наша бич, скажем так. И что вы будете с этим делать? Ну, Останкинский суд 22 января уже принял окончательное решение его закрыть. Но, правда, он заработал за несколько недель до выборов вновь. Мы подняли панику, привезли эту прокуратуру, телевидение, опять его закрыли. Сейчас они уверяют и показывают, когда я туда приезжаю каждый раз, что, смотрите, вот, да, бетонные мешалки приезжают, грузовики приезжают, но мы его просто разгружаем. Вот сейчас вот мы разгрузили его, на сегодня они отчитались 97%. Якобы они уже вывезли, и говорят, вот, нам 3% увезти, и все, мы его закрываем. Все не закроют. Да, это вредное производство. Еще у вас предприятие сточных вод. Это курьяновские очистные сооружения. Да, на него очень жалуются. Мы сегодня как раз с Биряковым тоже на эту тему очень много разговаривали. Биряков, это руководитель управы. Да, глава управы. Если с цементом-то, понятно, можно куда-то вынести, то сточные воды где-то должны очищаться. На самом деле, это, скажем так, если не будет вот этих курьяновских очистных сооружений, ну, Москва просто задохнется. То есть это такое базовое, на самом деле, стратегическое заведение для всей Москвы. Нет, во всем мире эта проблема, но, тем не менее, не везде воняет. Это ваша проблема, да. Да, но у нас тоже, я могу сказать, что есть печатники, есть Курьянова, да, то есть у нас просто такой округ печатники Курьянова, то есть очистные сооружения не в Курьяново находятся, там живет гораздо меньше людей, да, там есть запах, я сегодня там тоже был, ездил, вот. Безусловно, нужно что-то с этим делать, но пока... Прервитесь здесь, Максим, потому что мы должны уйти на новости рекламы, потом вернемся опять в студию Эхо Москвы. Представитель Рено в Берлине Автохаус Кауфман предлагает выгодное финансирование и лизинг с оформлением документов в кратчайшие сроки без бумажной волокиты. В нашей собственной мастерской вы можете быстро, надежно и недорого осуществить ремонт вашего автомобиля и пройти любые виды техосмотра. Кроме того, мы предлагаем широкий выбор поддержанных и новых автомобилей разных марок. Автохаус Кауфман купит ваш старый автомобиль в счет оплаты нового. Александр Кауфман ответит на все ваши вопросы. В нашем искалеченном мире людей бессовестных, к сожалению, гораздо больше. Ну что, замуж, значит, не пойдешь. Сама всего добьюсь. Но есть, есть еще те, кто думает не только о себе, о своих делишках и страстишках. Есть еще люди не от мира сего. Не отдам я тебя никуда, никуда не отдам, ни в детдом, никуда. Некоторые считают их блаженными. Но именно благодаря им этот мир и стоит. Женитесь на мне. Добрая история о недобрых временах. Ванечка на канале RTVI Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Здесь у меня гости сегодня совершенно замечательные. Это ребята, которые избрались в самый низовой орган власти в Москве, в муниципальное собрание. Вера Кичанова, ей 20 лет. Максим Кац, ему 27 лет. И Максим Мутин, 28 лет. Они избрались в разных районах Москвы. Вот тут вас спрашивает Александр Донской, между прочим, бывший мэр Архангельска. Какая главная проблема вашего района и как вы ее будете решать? Кто из вас ответит? Мне всегда предлагали в листовке написать главную проблему района, которая беспокоит всех жителей, чтобы на этом как-то построить компанию. Я не нашел в Щукино ни одной большой серьезной проблемы, которая именно для Щукино специфична. Все либо проблемы общегородские, пробки, машины на тротуарах, неудобный вход в метро, еще что-нибудь такое. Либо, в общем, остальное все нормально. Но вы говорили в интервью «Нью Таймс», что 80% дворов рассчитан на 5% граждан. Да, да, да. Но это общегородская проблема. Тоже, да. Действительно. Ну и как вы тогда будете, что же вы сможете сделать, если все? К Собянину будете ходить? Во-первых, совершенно не исключено, что буду ходить к Собянину. Во-вторых, может быть, внутри Щукино мне удастся поменять... Потому что вот опять же дворы, это пару слов надо сказать. Вот как выглядят дворы. 70% от парковка, 70% двора. Парковка пользуется 30% населения, потому что в районе автомобилизации у нас 30%... 300 машин на тысячу человек. Оставшийся там кусочек, значит, передворовой территории, на нем стоит детская площадка. Это 5% населения. Люди от 4 до 10 лет. Потому что больше 10 лет уже нет. Конечно, наверное, самое важное. Но неправильно, что вот для них вот вся инфраструктура, а для всех остальных возрастов им нужна другая инфраструктура. Им нужна беседка, просто лавочка, Wi-Fi. Там какие-то вот такие вещи. Там пенсионерам нужно поиграть в домино в беседке за столиком. Нет такой инфраструктуры вообще. Если они могут или на детской площадке присесть, значит, на заборчик, посчитай газетку, либо они должны сидеть дома. В результате чего мы не видим на улице нормальных людей, потому что они все дома сидят. А видим на улице, ну, либо вот тех, кто гуляет с собачкой, которые вынуждены там находиться, либо там детей, для которых есть инфраструктура, либо алкоголиков и бомжей, которым никакая инфраструктура не нужна. Они могут в лужи валяться. Ну и как вас научили в Копенгагене? Как решается эта проблема? Нужно, чтобы придворовые территории примерно соответствовали составу жителей. То есть если, значит, 5% населения составляют дети, значит, у них должно быть там, ну, 10% двора. То есть если там есть пенсионеры, для них инфраструктура нужна им, беседки, лавочки, тоже должно быть соответствовать 12% двора. У нас где-то 12% пенсионеров и так далее. Это все, на самом деле, очень просто. Очень просто. Никакие инвестиции не нужны. Никакие глобальные структурные изменения не нужны. Вообще ничего. Просто рощерк пера. Вот этого я хочу попытаться добиться. Еще вопрос. Я не могу прочесть этот ник. Ненавижу все эти ники. Так я понимаю, из Екатеринбурга. С градостроительством в Екатеринбурге беда. Как правило, реакция чиновников на протесты против вырубки скверов, хаотичной застройки и так далее никакой. Как не имея депутатского мандата, можно противостоять бездумному перелопачиванию города? И может ли один депутат против десятка из Единой России в этом смысле повлиять на ситуацию? Я думаю, что тут может не обязательно даже депутат. Я считаю, что любой человек может повлиять. Мы просто не верим. У нас есть немножко такая психология. Я когда опять-таки ходил по квартирам, я с этим сталкивался. Большинство людей говорят, да какая разница, ну проголосуем мы за тебя. Но даже если тебя изберут, мы не верим, что тебя изберут. Но даже если изберут, ты все равно ничего сделать не сможешь. У людей такая апатия. Они не верят во власть, не верят, что кто-то им может помочь и на их адекватные запросы как-то среагировать. Я убежден, что против каких-то вопиющих ситуаций достаточно прийти в управу, написать грамотное письмо, не скандалить и не бить себе в грудь, что там это мои папа и мама, бабушка и дедушка строили там что-то от деревьев, а составить грамотный запрос, написать такой же запрос в прокуратуру и просто внимательно отслеживать, что с этим письмом на него будет однозначно ответ. Я сегодня рассказывал про письмо якобы от моего имени, написанное Собянину, которое все равно нашло адресат и сегодня от меня в конечном виде. Хотя даже я этого письма не писал. А о чем люди писали? Ну вот люди от моего имени написали на имя Собянина, что якобы глава управы работает плохо, что Зотов работает плохо, что всех надо увольнять и спасет нас только Путин и Собянин. Вот это письмо за 8 дней, за 10 дней, оно вернулось обратно. Я о нем наконец-то узнал, что оказывается я его написал. Понятно, что это провокация. Поэтому письма такие официальные работают и службы работают. Просто нужно не лениться, не думать, что кто-то вместо тебя это напишет. Нужно прийти и написать. То же самое, как у нас работали с цементным элеватором, писали письма в прокуратуру, добивались и в итоге добились своего, что Останкинский суд принял решение. Вот у меня другая тут позиция. Мне кажется, что вот такие изменения города, в сущности городской среды, о которых я говорю, снизу, они невозможны. Потому что люди, во-первых, воспринимают город как какую-то данность. То есть у них есть гора, надо идти вверх. Также они воспринимают, есть парковка, надо обходить машину. Они не воспринимают вообще возможность, что можно что-то подвинуть. Во-вторых, они, даже если это воспринимают, они не знают, что нужно делать. То есть это не может изменяться снизу. Снизу запросы обычно не соответствуют науке. Мы говорим про запрет строительства или вырубки какого-то. То есть сделать так, чтобы что-то люди не испортили. Это может быть. Мне кажется, Максим Мотин сказал правильно слово «модератор». То есть надо быть модератором в данном случае и узнавать, что у людей есть такая проблема. Не знаю, хотят вырубить сквер или нужна парковка. А депутат уже, собственно, должен знать закон, должен знать, к кому пойти и составить. Я, кстати, об этом, когда говорила со своей управой, я когда назвала слово «модератор», они говорят, вы только на встречу с избирателями такими словами не ругаетесь. Они за вас никогда не проголосуют. Вот мне про избиратели очень много чего говорили, а я именно этими словами с ними и говорил, и они проголосовали. Я могу сказать, что тоже, Максим правильно говорит цифрами. Есть же, сколько людей живет, в каком доме. У нас было два таких случая. У нас была детская площадка, которая всех устраивала. Ее взяли, снесли и построили площадку для детей от 7 лет. А в этом доме большинство живет именно маленьких детей. И теперь им играть негде, кататься негде. А на той площадке, которую построили, она очень хорошая, действительно, площадка качественная, но для детей от 7 лет. И она пустует. А дети маленькие, теперь им играть негде. Либо был другой случай. Кто-то написал, мы писали, я сам лично писал письма, что положили лежачий полицейский перед пешеходом. Там очень опасный поворот. И все гоняли, ну, несколько человек погибли. То есть было несколько ДТП. Добились лежачего полицейского. Так мы его обрадовались. А потом его убрали. Выяснилось, что кто-то пришел в управу, написал письмо, что из лежачего полицейского грузовики создают шум. Ночью он не может спать. И эти лежачие полицейские убрали. Ну, это легитимная проблема. В общем, и та, и другая. Значит, можно или светофор ставить, или еще о чем-то. Есть какая-то, да, но опять-таки, вот если был бы нормальный депутат муниципального собрания, который провел бы какие-то мнения у людей, собрал бы какие-то мнения. А может быть, есть какие-то лежачие полицейские, которые не вот такие вот кондовые по 30 сантиметров, да, а можно какую-то горочку просто сделать, которая вот такой насыпь, более вытянутый такой лежачий полицейский, он, я уверен, создает гораздо меньше шума. Но проблему решает. То есть нужно именно быть, ну, как я говорил, таким модератором. Вопрос от Ивлева. Неужели вы всерьез думаете, что молодежь способна что-то противопоставить воровской коррумпированной чекистской машине, которая всех закатывает в асфальт? О, вот это прям ко мне. Как только я появился на горизонте, значит, всей этой щукинской истории, там сразу началась просто адская движуха. То есть весь этот муравейник стал бурлить. Люди не очень понимают, что делать, что вот пришли к камеру, пришла вот какая-то публичность. Вдруг то, что они обсуждают на, по их мнению, закрытом, но на самом деле публичном и открытом заседании территориальной избирательной комиссии, вдруг это обсуждают 30 тысяч человек. Все меняется. То есть после этого обсуждения на следующий день провели новое заседание, все исправили то, что было. Реально все меняется. От попадания туда одного человека. Чтобы сделать открытым вот это все. В том числе и открытым. То есть одного независимого человека, на которого нельзя надавить. Потому что у меня весь бизнес в другом месте Деньги все в другом месте Расскажите где На меня вот надавить в плане денег невозможно Или в плане каком-то еще Ну кроме там вот совсем угроз Которые там это было Но это в общем не совсем те времена Вот приход одного такого человека Все меняет в органе Вот реально это вот миф о том Что ничего не меняется Все меняется А угрозы почему были? По пятому пункту или почему? Нет На самом деле Это был один единственный момент На избирательном участке 2997 Куда я пришел смотреть за процедурой подсчета Там почему-то все стали очень нервничать Заместитель председателя участка Который там был Стал кричать что я там Позор русского, еврейского и всех прочих народов Так как он сам представитель еврейского народа Вот На самом деле это смех смехом А пришли какие-то люди в кожаных куртках Наблюдатели от, кстати, Литовченко Это председатель местной единой России Вот наблюдатели от него Пришли в каких-то кожаных куртках Знаете, подходят так близко И вот такие А как ты домой придешь вообще? А куда ты лезешь? Что такое? Это было немножко необычно И немножко страшно Хотя потом я с ними разговорился Поговорил и пообщался И все нормально стало Вот Но вообще-то вот сам подход А, и этот вот Заместитель председателя потом позвонил Извинился и в общем все наладилось Но вообще сама вот эта история Да, она была странной Но это ничего не останавливает Вот реально приход Нового человека в это все Вот в это все болото Все меняет Да, у меня не так эпично, как у Макса Но похожим образом То есть у меня прям с самого начала Ну когда я первый раз пришла с документами Меня так посмотрели Как ну вот пришел ребенок поиграться А потом примерно через неделю Уже точно председатель комиссии читал мой блог Потому что дальше каждый раз Когда я приходила в территориальную комиссию Он так намекал на то Что почему вот вы об этом написали А вот это умолчали Или а что это вы фотографию не повесили То, что мы вам выдали удостоверение кандидата Вот так вот И То есть вы хотите сказать Что вот это то, что вы Делаете абсолютно транспарентной Всю эту историю Да, да, да Это действительно меняет правила игры Потому что да Вот сейчас было Мне кажется да Посмотрим попозже Сейчас была первая у нас встреча Когда нам выдавали эти удостоверения И там человек такой Средних лет От Единой России Который тоже прошел Он сказал, что Вера, я читал ваш блог В течение всей кампании Подумал тоже завести блог То есть Вот одна из моих идей была О том, что нам нужно какую-то площадку В интернете создать Чтобы там люди Ну, чтобы Опять же Соединять там Людей с их проблемами И нас вот С нашими какими-то рычагами И Я думала Там я и второй независимый Который прошел Как же мы убедим-то всех остальных Что это надо Они же нам скажут Что вот бабушки не оценят А сами начинают как-то ценить это Максим Мочин А вы тоже В Твиттере сидите В живом журнале? В живом журнале, конечно Нет, я согласен с ребятами Что да Однозначно это нужно Они к этому абсолютно не готовы Хотя я вот узнал неожиданно Что у меня как-то строковитель муниципалитета Якобы 40 минут в неделю По скайпу отвечал на вопросы жителей Это у нас тоже А им, видимо, сверху спустили Видимо, да Сверху спустили такую директиву Хотя понятно, что, естественно Никто там ни за что не отвечал Но это неважно Я, знаете, хотел еще сказать Такую вещь Я вот на самом деле От всей души хочу поблагодарить Владимира Путина и Дмитрия Медведева Потому что бы Если бы не эти два человека Которые умудрились За последние полгода Совершить такое количество Политических ошибок То вот мы здесь Наше появление было бы невозможно Потому что Такая апатия власти Такая вот агония В хорошем смысле позволила Нам пойти Абсолютно спокойно в политику И люди устали от того, кто были Устали от того, кто Ну, сейчас, да, вот, скажем Такая вот ярая радикальная оппозиция И поэтому они абсолютно смотрят на нас Мы такие же люди, как они Да, может быть, мы чуть моложе Но, наверное, за счет этого У нас больше энергии Больше, скажем Таких возможностей Больше энтузиазма По-хорошему, хорошего энтузиазма Мы туда идем В эту политику В эту власть Менять ее изнутри Ни с кем не ругаться Ни с кем не ссориться Мы же не перевираем Какие-то факты Делаем их публичные Мы просто пишем о том Что мы видим Каждый день И мы пишем В ЖЖ В Твиттере и так далее О каких-то конкретных вещах О каких-то просьбах И как мы их пытаемся решать К этому власть пока не готова Ну, вы знаете Вот Дмитрий Мезенцев Пишет вопрос Присыл вопрос Который повторяется Собственно Не один раз Не сломает ли вас власть То есть, грубо говоря Не скурвитесь ли вы Вот вопрос Который, конечно Многих занимает Потому что власть Вы стали вдруг популярными Да Это само по себе тяжелое испытание Но К вам будут подходить Всякие люди И предлагать деньги Большие и маленькие Как известно Да И будут объяснять вам Что ты лучше сюда не лезь Потому что Иначе мы тебе Там Ноги переломаем Мы же живем Так сказать Совершенно в определенной Стране В определенном городе В определенной ситуации И это такая Важная на самом деле История Вот вас спрашивают Вы не боитесь Что вас сломает власть? Мне кажется Сломать можно Какого-то бойца Или борца Против власти Так как я не являюсь Борцом против власти А мне просто хочется Какую-то привнести Адекватность В управление городом Я не думаю Что А у вас там Богатый комплекс Алые паруса Есть такой Яхтстоянки К вам придут И скажут Кац Ты кац Ты должен все понимать Вот Дай-ка вот Помоги тут получить Вот это там Местечко Или еще И что вы будете делать? Да Буду отказываться Если это предложение С парусами Есть о чем поговорить У них там закрытая набережная Которая можно предложить Открыть для местных пенсионеров Ой Как они будут счастливы Я думаю Что они на самом деле Вот есть примеры В Швеции «Богатый район» Там в городе Мальмё Который открыл набережную Для местных жителей И все были счастливы Потому что так Они выходят на набережную И там никого нет вообще А так они выходят на набережную А там гуляют Местные пенсионеры Конечно Местных алкашей Надо оттуда гнать А для местных пенсионеров Они будут счастливы Они просто не знают о примерах. А алые паруса-то вот эти? Вот эти и будут. Они будут тоже счастливы? Будут счастливы, если это осуществить. Наверное, конечно, мне не дадут, потому что мнение руководителей алых парусов, скорее всего, отличается от того, что потом скажут жители через полгода работы такой набережной. Ну и как вы будете настаивать? Это я пока не знаю. Я не знаю, как там работают инструменты. Но по поводу того, что сломать, мне кажется, что если не вести какую-то агрессивную борьбу, не говорить про то, что всех надо посадить и сместить, и угробить, не будет какой-то агрессивной борьбы. То есть слова Путина на нарывы произносить не будете? Нет, я их никогда не произносил и раньше. И до избрания я говорил, что я нейтральный, я ни оппозиции, ни провласть. И сейчас я остаюсь при таких же мнениях. Хотя мне уже намекали на то, что лучше мне туда не лезть, но это очень было, так скажем, лайтово. То есть они быстро увидели, что я как-то не реагирую. Лайтово вы сказали? Ну да. Переведите, пожалуйста, для нас. Для средних избирателей. Для средних избирателей. Не очень жестко. Не очень жестко. Максим, что скажете? Я во многом согласен с Максимом, что смотря какую цель мы ставим перед собой, то, что мы достигли должности депутата. Я считаю, что мы должны больше делать конкретных маленьких дел. Вот именно по этим конкретным маленьким делам о нас и будут судить. Вы сказали, что это медийность, популярность. Это сейчас пройдет очень быстро. Через 2-3 недели реально о муниципальных выборах уже забудут. И через месяц-два о них никто не вспомнит. За вами будут следить. Это замечательно. Но наша главная задача, меня и всех тех других, кто избрался, через полгода отчитаться и предъявить миру конкретные дела, которые нам удалось сделать. Мы запомнили это. Безусловно, да. Через полгода в студии «Эхо Москвы». С удовольствием. Мы всех троих приглашаем и спрашиваем, что они сделали. Потому что если мы ничего за это время не сделаем, а мы избирались просто попиариться, тогда мы, ладно, про себя и про нас не говорю, потому что мы себе политическую карьеру испортим. Нет, но мы испортим политическую карьеру многим другим таким же молодым активным людям, которые на нашем примере захотят туда пойти, в эту политику и что-то сделать. Если мы сейчас провалимся, то потом люди им уже не поверят. То есть мы несем ответственность в том числе и не только за наше поколение, но и за поколение, которое будет через 4-5 лет избираться. Вот это, мне кажется, очень важно. Поэтому нам нужно не то, что меньше говорить, говорить правильно, здорово, что мы говорим, и появилась площадка, но и делать конкретные дела. И вот Максим тоже об этом говорит, что мы не опозиться. Вы сказали про политическую карьеру. То есть вы на самом деле думаете, что вы будете дальше идти, пойдете в политику и пойдете дальше поступить? Если у меня получится в печатниках, то я пойду дальше. А вы Максим? Мои-то идеи больше на каком-то городском уровне работают. Я очень хотел бы пойти дальше. В Мосгордуму. Может быть, в Мосгордуму есть известные трудности с избранием в округе, где миллион человек, а не 20 тысяч. Может быть, в исполнительную какую-то власть. Может быть, в каком-то другом городе. Мне интересно решать такие больше общегородские проблемы, нежели районные. О чем я, честно, писал и до выборов. Поэтому я, на самом деле, сомневаюсь в своих способностях решить какую-то локальную проблему. Потому что они слишком увязаны с городской инфраструктурой. Например, если я хочу очень сделать наземный пешеходный переход около метро, потому что многие перебегают, опасно. Есть четкая политика мэра Собянина на то, что где есть подземный переход, убирать светофор. Она, на мой взгляд, неверная. Но я ее из Щукина никак не смогу поправить. Мне надо для этого как-то поговорить с мэром Собяниным, либо попасть в его команду, либо в другом контргуре действовать. Мне кажется, что сейчас у нас из тех молодых, особенно людей, кто избрался, у нас у каждого есть какие-то сильные качества. Кто-то, как ты, силен в организации города, дворовых территорий. Я, например, силен в каких-то спортивных площадках. Вера тоже, безусловно, каждый из нас силен в какой-то отрасли. Нам нужно не только в своем соку своего района вариться, а объединяться всем и делать какие-то типовые решения по всем районам. Вы посмотрите, как раз... Сейчас, одну секундочку, Вера. Вот как раз мне принесли сообщение координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач, избранная муниципальным депутатом в Прясенском районе Москвы, выступила с иноциативой создания объединения фракции народного большинства, объединяющей депутатов, избранных по спискам оппозиционных партий независимых депутатов. Напомню, в результате муниципального... У нее тоже в ее Прясенском районе 5 человек прошло по спискам КПРФ, 3 по Справедливой России и так далее. Хорошо, у нее получилось. У меня 7-8. 7 независимых, 8 единороссов. А у вас, Вера, как? Ух, у нас, я говорю, на 12 человек двое независимых. Остальные либо единороссы, либо там системные партии, то есть те, которые как-то были уже там... Системные партии вы имеете в виду? Ну, ЛДПР, КПРФ. Понятно. А у вас, Максим Мутин? Я один, один ЛДПР, два СР, три КПРФ, остальные единоросси. Понятно. Вот тут Максим вам предлагает такую историю. Предлагаю разработать и опробовать в Москве систему интернет-контроля, где каждый житель дома или у полномочного подъезда может отмечать выполненные ЖСУ, жилищно-строительным управлением, да, видимо, работы, заявки на ремонт, план по капремонту зданий. Чтобы это, он призывает, наладить контроль за ЖКХ на муниципальном уровне. Что скажете? Я в связи с тем, что в Щукино жители сообщили, что проблем в ЖКХ серьезных они не наблюдают. Не знаю, что здесь сказать. В идеале было бы хорошо, если бы вообще просто был сайт, на котором любые проблемы там были разделены по категориям, и люди могли их как-то отмечать. Ну, я не знаю, может быть, на базе у Шахиди какой-то. То есть, знаете, наверное, когда люди там, ну, в общем, карта, и отмечают с точками, соответственно, сообщения по СМС там были какими-то другими способами о проблеме. То есть, как в Росъяме. Да, как в Росъяме, да. В Росъяме, отличная история. Вот был такой же по поводу нарушений милиции. Ну, вот что-то такое можно было бы сделать. И, соответственно, там разные слои, там посвященные разным проблемам. Вот я хотела дополнить немножко. Максим Мотин говорил о том, что каждый из нас сидел в чем-то своем. Я, в общем, тоже об этом говорю, честно, что, ну, вот это вот то, что я модератор, потому что я там, у меня 20 лет, и у меня, в общем-то, там действительно нету большого опыта и знаний в разных областях. Но я там знаю людей, которые знают какие-то разные вещи. Там кто-то, например, может помочь организовать ТСЖ, кто-то может помочь, там, нарисовать, как велосипедная дорожка должна проходить. Там кто-то по экологии. Вера, а вы понимаете, что у вас проблемы будут с личной жизнью? Что публичность — это последнее, что нужно, когда влюбляетесь, например? Почему? Ну, как вам сказать, по опыту почему? Почему? Ну, не знаю, меня как-то вот политика, наоборот, сводит с интересными людьми больше. Понятно. А как вообще интересно, вот мне ваши близкие отнеслись к тому, что вы избрались о том, что вас стали приглашать там на телевидение? У меня, значит, моя бабушка, которой я тут передаю привет с радостью, регулярно мне говорит, ну, куда же ты лезешь, что не надо, ну, зачем, может быть, не надо, ну, что такое? При этом очень помогает. Помогала собирать подписи там с компанией и так далее. То есть реально вот есть какой-то круг людей, которые просто говорят, ну, не надо никуда лезть, сиди спокойно, ничего не делай. Но в целом вообще-то поддерживают. А Максим Матин, у вас как? Ну, у меня жены нет, а родители отнеслись абсолютно нормально. А девушка? Девушки тоже сейчас нет, но так получилось. Так, Михаил Прохоров и вы. Нет, 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 нет. Ну, что ж такое-то? Да нет, на самом деле нормально абсолютно отнеслись. И поймите, что мы не делаем ничего, чего-то такого кардинального, из ряда вон выходящего. Мы просто проявили нашу гражданскую позицию. У нас люди отвыкли в Москве, в России от того, что кто-то проявляет свою гражданскую позицию. Сейчас это расценивается как какой-то подвиг, я не знаю. А это обычная гражданская позиция. Мы занялись общественной работой в нашем районе. Не более того, без зарплаты. Зато у нас проездной на метро теперь по всей динамике будет. Бесплатный? Да, бесплатный проезд на общество. Бесплатный проезд, да. И мы занялись общественной работой в нашем районе. Но любая публичная деятельность, это накладывает ограничения на личную жизнь. Вы это, наверное, понимаете? Безусловно, но я и до этого не был. Я был руководителем пресс-службы футбольного клуба. Я и до этого был относительно публичным человеком. Поэтому у меня ничего не изменилось в жизни. Понятно. У нас осталось совсем две минуты. Мне хотелось задать свой вам вопрос. Что каждый из вас понимает под словосочетанием «общее благо»? Что такое «общее благо»? Не признают «общее благо», да. Не очень любят «общее благо». Да, я скорее какие-то, может быть... Такое индивидуалистическое. Да, я скорее, может быть, вместо общего блага признаю какие-то, как сказать, не знаю, тактические цели общие. То есть люди могут... Ну вот то, из чего состоит так называемое гражданское общество, о котором все говорят, когда люди понимают, что коллективно решать какую-то проблему проще, эффективнее, чем по отдельности. И это такой, можно сказать, образует тактический союз. То есть объединяются, чтобы построить вместе велосипедную дорожку или создать в доме своем товарищество собственников жилья. И потом, и при этом, ну не знаю, не накручивать на это каких-то таких ценностей. Макс, скажите мне, пожалуйста, сделать мир лучше. Для вас эта идея привлекательная или вы так вот ради фана избрались? Я вот не люблю вот этого, вот если сказать громкое слово, пафос. Вот я не люблю вот этого всего. Я пошел для людей делать мир лучше. Я такой хороший. Очень не люблю вот эту популистическую позицию. Я иду, потому что мне интересно. Вот это моя такая самореализация. Мне нравится этим заниматься. Мне всегда это всю жизнь было интересно. За эту популистическую позицию люди гибли, Макс. Ну. И шли на эшафот, между прочим, в истории. Я не верю в то, что какой-то человек может искренне что-то делать для общего блага. Вот не верю. Я поэтому совершенно искренне говорю, что я делаю что-то для самореализации. Мне это интересно, я это делаю. Окей. Максим. Ну, я верю в идею, что я действительно иду и хочу сделать лучше. Но я руководствуюсь таким принципом, что если мне это, для меня это хорошо, то, наверное, это будет хорошо и для других людей, жителей моего района. Я сам в этом районе живу. Мы все трое индивидуалисты. Ну, что, замечательно. Я считаю, что вот этот принцип, да, когда ты поступаешь так, как хотели, чтобы поступили относительно тебя, он правильный и он гуманный. То есть я вот ими руководствуюсь. Ну что, спасибо большое. Мне было очень любопытно. Я надеюсь, что и вам было любопытно. Значит, договорились. Через полгода в студии «Эхо Москвы» будут Максим Мотин, Максим Кац и Вера Чеканова, которые нам расскажут. Вера Чеканова, которая нам расскажет о том, что им удалось в качестве депутатов муниципального собрания города Москвы. На этом все. До свидания. Услышимся через неделю. Спасибо.